ПЕГИ ЭЙТИН Ранее осколки были доступны для подписчиков Дота Плюс, ну а теперь и для простых смертных. Но только геройское звание без подписки можно улучшить до 5 уровня. У кого звание герой выше 10, те в курсе. С подпиской звание герой повышается при выполнении геройских заданий, если исполнено одно условие – победа. Осколки накапливаются, а дальше тратятся куда попало. Бонусом для вас будет открытие торговой площадки для Дота 2, где можно с умом эти осколки потратить и получить компенсацию за потраченное время и нервы в этой игре. Ну и хорошим бонусом также будет для вашего постоянного профиля и то, что вы сможете его улучшать, поднимая уровень стима. Ну а также собирать в свою копилку новые игры со скидкой или по акциям. Чем не могут похвастаться смурфы и читеры. Вот пусть завидуют молча. От мамкиного трейдера гайд «Как превратить осколки в кредиты». Парговая площадка стима накладывает небольшое ограничение на продажу ваших вещей в сутки. Чтобы этого избежать, потребуется приложение на телефон для подтверждения факта продаж. В стиме подробно описаны инструкции, как подтвердить номер и откуда скачать само приложение. Но если что, ищите в ютубе. Вернемся к игре. Я немного не успевал оформить подписку на Доту+, так как спешил сделать заказ игры. Поэтому просто поверьте на слово. У вас есть все шансы играть в круглогодичном с подпиской на Доту, улучшать звание героя и крафтить предметы для Доты. Это как контракты в CSGO, но всегда более выгодные. Ну и так все по порядку. Если звание героя ниже пятого уровня, вам повезло. Если у ваших героев звание выше пятого уровня, но нет подписки и не запасе осколков, что ж тоже неплохо. Оформляйте подписку на Доту для начала на один месяц. Внимательно выбирайте вариант самой подписки. Если привязана карта, лучше оформлять за кредиты стима. Иначе вы потратитесь картой. Да, коварный стим в первую очередь старается списать с банка ваши денежки, а не с кошелька стима. И это неправильно. Затем заходим в игру, выбираем героя, выбираем задание, выполняем, побеждаем, получаем осколки. Что же с ними делать дальше? Дальше еще все просто, проще простого. Заходим на торговую площадку стима, выбираем раздел для Дота. Тут есть активные вкладки по количеству и по цене. Они зеркалятся, если выбирать дважды. То есть, либо по максимальной цене, либо по минимальной. Также и по эксклюзивности. То есть, по количеству доступных предметов. Есть много фильтров. Выбор по героям, по предметам, по качеству и по редкости. Качество предмета исполнено в четырех цветах. Стандартный, ярко-белый. Иногда содержит какую-нибудь самую простенькую руну. Инскрайб это уже рыженький. То есть, в который вставлено руно-счетчик. Для каждого героя есть своя геройская руна. Нас интересовать будут руны стоимостью не выше одного рубля. Кроме специальных геройских рун, есть общие. Такие, которые можно вставлять в любой предмет. Например, богоподобий. Или руна убийств. Или руна сломанных башен. Найти название таких рун можно в чем угодно. В курьерах, в вардах. Иногда даже в стиле интерфейса. Да, во всем угодно. Игроки пихают их куда попало. Зеленый цвет означает, что предмет содержит автографическую руну. Темно-красный содержит шард. Специальную руну, которая копит заряды каждый раз, когда в игре погибает какая-нибудь нечисть. Но нас пока не интересуют заряды. С этим вы сами как-нибудь разберетесь. Не интересуют также и другие качества предметов. И другие цвета. Основные четыре я уже назвал. Затем у предмета есть редкость. Тут все просто. Имморталки, мифические, рарки, команки. Думаю, вы поняли. Самые крутые, конечно же, арканы. Но и они нас не интересуют из-за свойств аркана предметов. Наши предметы это простые. От команок до красивых имморталок. И только те, которые продаются на торговой площадке. Откуда предметы на торговой площадке? Все просто из сокровищниц. Их постоянно покупают и продают. Достают наборы, разбирают, продают. И так бесконечно. Но не об этом. Кроме стандартного качества, есть еще и базовое. Базовый предмет имеет менее выраженный яркий цвет. Он немного тускнее. Если в него вставить руну, то цвет предмета, то есть качество, останется неизменным. Но так как я уже потратился, то заказать и купить более выгодные лоты я пока не могу. И на примере дешевых предметов базового качества я вам все сейчас на пальцах объясню. Среди базового качества попадаются иногда стандартные. Они яркого цвета. Их я и буду покупать. Также я проверю заказ. Иногда игроки заказывают предметы, инскрайбят с руной и их можно сразу продать. Если заказчик забанен и его профиль заблокирован, то его заказ не будет оформлен. Если у этого игрока все окей, но нет на стим кошельке денег, заказ не будет оформлен. Он перейдет на ступеньку ниже. Это легко проверить в активных лотах. В любом случае, нас это не волнует. Я нашел предмет, купил. Сейчас я куплю на пуджика. Теперь предметы стандартного качества попали в мой инвентарь. И они есть в игре. Если ошиблись предметом, его можно сразу продать. Стим и Дота за продажу начисляют свою комиссию. При покупке это не важно, важно при продаже. Теперь я вставил самоцвет. Интересно, но уникальные руны для Течиса подходят для любого героя. И это прикольно, просто иметь на СФ руну 5000 убийств proximity minus. Любые руны для любого героя подходят и на Рубика. Но предметы на Рубика не столь активно покупают. После того, как я вставил руну в предмет, он изменил свое качество со стандартного на инскрайбет. Теперь этот предмет стоит в разы дороже. Я иду в браузер, выбираю торговую площадку, открываю Дота 2, дублирую страницу, чтобы было удобно, нажимаю вкладку продать, захожу в инвентарь Дота 2. Тут можно пользоваться фильтрами. Ваш инвентарь теперь активный и показаны исключительно все предметы, которые имеют свойство быть проданными. Предметы из вашего инвентаря, которые нельзя продать на торговой площадке, будут скрыты в тумане войны. Не пугайтесь, вас никто не ограбил. Их можно посмотреть в вашем профиле во вкладке инвентарь в правой колоночке. Теперь я выбираю предмет для продажи. Можно посмотреть количество всех продаж или в месяц, или в неделю. Скачки по ценам. Цена справа это сумма, за которую я хочу продать предмет. В левую часть отображается та, которую я получу после продажи на свой кошелек Стима с учетом комиссии Доты и Стима. Можно пользоваться и левой, и правой, как кому будет удобно. А если выбрать любой предмет из инвентаря для Доты, можно посмотреть разницу в цене заранее, до покупки предмета, до совершения покупки. И подумать, стоит ли ждать неделю покупать предмет стоимостью более 100 рублей, или лучше купить 10 предметов и продать их 20 раз за один день. Итак, я продал пару предметов сразу, так как заказчик оплатил. И теперь я выставлю косметический предмет для Пуджика. Руны я купил заранее. Ну а затем уже и сам предмет. Потратил где-то рублей, может быть 20. Теперь ставлю цену так, чтобы получить с продажи 10 рублей или больше. За меньшую цену я тратить осколки не хочу, пусть сами задрачивают в игру и сами себе крафтят. То, что можно было объяснить в двух словах, надеюсь я объяснил более подробно и доступно. Торговая площадка Стима должна быть доступна для всех игроков Доты. И игроки, раз Стим позволяет продавать косметику, не должны трейдиться на левых сайтах и терять свои аккаунты. Покупайте, занимайтесь крафтом и продавайте косметику через торговую площадку Стима. И это официально. Регистрируясь на сторонних ресурсах по Доте или по CSGO, вы рискуете потерять и доступ к аккаунту, и к своему профилю, и к своим предметам. Не проще ли тратить осколки из игры менее безопасным способом, тем более, что разработчик дал доступ на каждого героя до пятого уровня для всех игроков? Не благодарите. Кстати, донат лучше лайка, собираю на микрофончик, ссылка в описании. Ну что ж, теперь и вы, мамкин трейдер, до свидоса. Субтитры создавал DimaTorzok